Вот почти и закончился февраль и мы возвращаемся с новыми видео. Да, долго не было, был сложный переезд, много других проблем, но главное, что все решилось и сейчас могу порадовать вас как новостями, так и обзорами и сравнениями. Ведь уже скоро мы сравним S23 Ultra и iPhone 14 Pro Max. Будет обзор на один интересный Realme, прощание с Pixel 7 и многое другое. Ну а сегодня обсудим парочку интересных новостей. В RF запретили смартфоны дороже 300 баксов. iPhone 15 Pro еще дороже и понтовей. Xiaomi 13 Ultra каблучок, а Xiaomi 13 дебютировал на глобалке с очень необычными ценами. А вместе с ним и Xiaomi 13 Lite за 500 евро. Много чего другого будет, так что погнали. И давайте начнем именно с Xiaomi 13 Ultra. Ведь он должен прийти и показать всяким этим Samsung'ам, iPhone'ам, как должны выглядеть камерафоны. Продолжая прошлогоднее партнерство с Leica, на задней крышке будет шильдик, а на фото огромная плашка Leica. Чтобы вы и те, кому будете отправлять фотографии, не забывали, кому бренд башляет бабки за настройку камеры. Которые сделают из вашей профессиональной фотокамеры ненужный хлам. Как вы поняли, это все был сарказм. Я не рекламирую Xiaomi 13 Ultra. Но что мы получим на практике? Необычный дизайн. Задник будет как бы утолщаться в районе камер. Не просто сам островок камеры, но еще и утолщение самой задней крышки. Я так понял, без этого утолщения мы получили островок под камеры вот такой бы высотой. Это было просто жесть. Сомневаюсь, что такая бандура не будет перевешивать и пытаться сделать двойное сальто на асфальт. А что именно по камерам приготовили нам Xiaomi, узнаем уже совсем скоро вместе с ценником. И что-то мне подсказывает, что он переплюнет iPhone 14 Pro Max и S23 Ultra. А вот буквально вчера на МВЦ нам показали глобальное Xiaomi 13 и 13 Pro с очень-очень интересным ценником в 1000 и 1300 евро за прошку. Я, конечно, понимаю, что в Европе там есть налоги, нужно еще как-то прикрутить цену. Но в Китае Xiaomi 13 стоит около 600 баксов, но не 1000 евро. Конечно, в некоторых странах будут давать очень крутые подарки. Во Франции, к примеру, 43-дюймовый телек. Но это не везде. В некоторых странах вы практически ничего не получите. Уже начали принимать предзаказы на Xiaomi 13 и 13 Pro в Украине. И цена за минималку 8256 на Xiaomi 13 на секундочку 40 тысяч гривен. А на Xiaomi 13 Pro 52 тысячи гривен. На секундочку, это дороже, чем iPhone 14 Pro Max. Да, серый не официал, но официал стоит всего лишь на 3000 гривен дороже. Так что Xiaomi или iPhone тут вы напишите в комментариях. И к слову, Xiaomi 13, 13 Pro и 13 Lite, о котором я сейчас расскажу, уже можно предзаказать на Али. Еще и с неплохими подарками, по неплохой цене. Эти лоты уже были опубликованы в нашей группе Telegram. Там есть еще много интересных товаров. Так что заходите, ссылки будут в описании. И вот Xiaomi 13 Lite представлен миру на Snapdragon 7 Gen 1. Все его ждали, ведь это действительно первый смартфон с убийцей Dimensity 8100. Только правда вышел Dimensity 8200, но об этом мы умолчим. Ну а сам Xiaomi 13 Lite это глобальная версия Xiaomi Civi 2. То есть у него есть Dynamic Island. Как у iPhone. Только он не работает как у iPhone. Он просто есть, но никаких функций его не выполняет. Он просто есть. Еще его некоторые блогеры называют iPhone для бомжей. Но я категорически не соглашусь с этим мнением, потому что iPhone для бомжей это леко. А пока вы смотрите на этот iPhone для небогатых людей, можете подобрать хороший средняк от Realme и OnePlus. GT Neo 5 и 11R за 430 и 470 баксов. А OnePlus 11 за 709 долларов. Кстати, это глобальная версия. Кроме того, ко мне уже доезжают OnePlus Buds Pro 2 по супер цене. Ссылки на товары будут в описании. Помните, существовал когда-то такой бренд лет 5-6 назад, который очень плотно конкурировал с Xiaomi? Он еще там брал систему, слизывал союз, пытался под Android переделать. Как же его звали? Точно, Meizu. Об этой компании реально все забыли. Права в продажах. Фактическое банкротство компании. Финансирование китайским правительствам и продажи бренду Geely. Все это о Meizu. И они анонсировали два своих новых смартфона. Meizu 20 и Meizu 20 Pro. И если вы сейчас посмотрите на эти фотографии смартфонов и подумаете, так это же Samsung S23. Но они ж не могли за месяц все скопировать. Верно, они копировали по рендерам. По железу, правда, все выглядит очень хорошо. Meizu 20 за 500 баксов предложит Snapdragon 8 Gen 2. OLED с частотой обновления 144 Гц. И ультразвуковой датчик отпечатков пальцев с неплохим набором камер. Модель Pro отличается куда более прокаченной 2K OLED панелью. Дополнительной ТОВ камерой еще пару фишек докинуть, чтобы не было жалко отдать лишние 150 баксов сверху. То есть 650 долларов. Но стоит ли нам ждать Meizu 20 и Meizu 20 Pro в китайской, как говорят, вообще создал такой фурор. Все его заказывают, все его хотят, все хотят купить этот новый Meizu. Но стоит ли у нас его брать? Давайте вы найдете где-то в Украине, ну хотя бы человека, не знаю, 2-3, которые купили Meizu 18 и Meizu 19. И спросите у них, как вам этот смартфон на глобалке? Я вам скажу, ответом вы вряд ли будете довольны. Ну и давайте немного поговорим об айфонах. Ведь активно начали лезть слухи, рендеры и даже кад-чертежи новинок. Которые дебютируют уже осенью. Новый iPhone 15, iPhone 15 Max, iPhone 15 Pro и Pro Max. Да, дизайн задника у iPhone 15 и iPhone 15 Max особо не поменяется. Но в связи с средними продажами iPhone 14 и iPhone 14 Max в базовом модели придет Dynamic Island. Может еще пару интересных фич с прошек завезут. Из остальных интересных фишек USB Type-C порт. Зарядки. Это революшн, Джонни! Как же мы без этого жили? 100% об этом будут рассказывать минут 5 просто. Смотрите, USB Type-C. Ни у кого такого Type-C нет. А теперь купите, пожалуйста, Type-C кабель MFI, который будет заряжать ваш iPhone 15 Pro или Pro Max с быстрой зарядкой. Другие будут 5 вольт 1 ампер. Как вы любите. Конечно, это все приколы, это все шутки. Но если взять серьезно, то iPhone 15 Pro и Pro Max должны отличаться титановым корпусом. То есть стальную рамку, которая была еще с iPhone X, все-таки заменят. И это будет колоссальное изменение в опыте использования. Потому что титан легче. Титан сам по себе достаточно красивый. И можно сделать титановую версию смартфона. То есть корпус будет в цвет титана, который не покрашен особо. И смартфоны станут легче, функциональнее. Возможно, даже батарейку в 5000 мАч поставят. Тогда андроиду придется 10 тысяч ставить. Чтобы андроид-производителям хоть как-то конкурировать по автономности с этими айфонами. Сам корпус, кроме титана, получит еще и меньшие размеры. Что 15 Pro, что Pro Max при сохранении диагонали. Спасибо за это тонким граням экрана. А боковая титановая рамка должна получить еще и небольшие закругления. Что улучшит комфорт использования. То есть меньше вес, больше закруглений. Все то, что надо. А то 14 Pro, 13 Pro очень больно пользоваться. А сейчас давайте поговорим о смарт-часах. Ведь это достаточно популярный класс устройств. Но кто же в нем лидер? На самом деле мы всегда обсуждаем, кто лидер среди смартфонов. Мы там все знаем, что Samsung рвет, что Xiaomi рвет. По смарт-часам мы знаем то, что рекламируется много. То есть Amazfit, там компания есть, Xiaomi компания, Samsung, конечно же, Huawei. Но кто из них лидер? Вы удивитесь, но не одна из вышеперечисленных компаний. Samsung имеет существенную долю в 9,8%. Но это лишь второе место. Huawei занимает третье место, а Amazfit вообще седьмое. Xiaomi вообще выпали из общего списка продуктов. А лидером рынка является компания, которая даже не дает пользоваться своими устройствами на самой массовой мобильной платформе. Да, если вы возьмете любой Android-смартфон, без разницы, вот этот LG, вы не сможете к нему подключить самые популярные смарт-часы в мире. Продавец этот просто имеет 34% доли рынка. Смарт всех смарт-часов, без разницы, что это. Это жесть. И это компания Apple. Возможно, именно по этой причине Samsung рассматривает внедрение загнутого экрана, как у Pixel Watch и Apple Watch, своих будущих Watch 6. И они уже должны дебютировать этим летом вместе с Fold 5. И что там по США? Мы помним, как эта страна легко и непринужденно убила компанию Huawei, одного из лидеров рынка смартфонов. Где сейчас Huawei? Они то продают смарт-часы, какие-то роутеры. Смартфонов абсолютно нет. Лишь там заносят каким-то продажным блогерам, которые их очень успешно рекламят. Но то был лишь бренд Huawei. А теперь под санкции попал не бренд, а целая страна. РФ. Согласно их нового пакета санкций, запрещено экспортировать в страну потребительскую электронику. Там есть куча разных позиций, разный лимит, но нас интересуют смартфоны и мобильные телефоны. На них теперь лимит 300 баксов. Что это значит? Такие компании, как Xiaomi, весь концерн BBK и те, кто там еще продается, не смогут официально завозить свои средники и флагманы и оказывать им официальную поддержку. Конечно, вы скажете, будут все равно сериаком завозить через левые схемы. Там плевать, как уже сейчас автомобили завозят и Rolls-Royce, BMW. Все новинки есть. Где-то откуда-то с Китая, либо еще каких-то азиатских стран. Все будут завозить. Конечно, это будет. Но и цена вырастет, и с поддержкой будут проблемы. А если какие-то хитрожопые компании захотят кому-то там занести, как-то обойти это все, США может легко взять и сделать повтор Huawei, какому-то там BBK. Так что аккуратно, китайцы. И привет в мир, 300 баксов. Ну и как обещал, чутка расскажу о своей покупке клавы K-Kron, модель K3. Эту клаву я решил заказать после новостей о OnePlus Keyboard 81, которая была полностью куплена и сделана на базе клавиатуры K-Kron. Сразу вам скажу, это никакая не реклама. Мне никто не засылал K-Kron. Там на Kickstarter деньги собирают, чтобы выпустить новую клавиатуру. И каким-то блогерам из Украины точно не будут засылать эту клаву. Просто я решил, взял, купил и рассказываю вам об этом интересном продукте. Давайте сразу из плюсов. Эта клавиатура маленькая. Это одна из моделей, там есть и полноразмерки, там какие угодно. Но у нее очень низкий ход клавиш. На ней печатать даже приятнее, чем на MacBook Pro. Это уже, поверьте, огромный зачет. Эта клава может легко работать как и с Windows и Android, так и с MacBook с iPhone. Просто сзади переключаете. И кнопочки Win, Command, они все меняются в зависимости от платформы. Сама клавиатура алюминиевая. Нижняя часть пластик. И есть куча вариантов подсветки, если у вас RGB версия. Еще и заряжается клавиатура через Type-C. А на сайте Keychron можно заказать сменные кнопки. И если версия с оптомеханическими свечами, даже их заменить. А из минусов хочу отметить Bluetooth 5.1. То есть задержка при нажатии, если, например, играете в CS, либо в Dot, либо еще какую-то онлайн игру, вы будете замечать разницу в нажатии и в действии на экране. Это минус. Но этого можно избежать, подключив клаву по кабелю и переключив специальный вот такой ползунок. Ну и еще один косяк у нее, это автономность. Заряжать придется каждые 5-6 дней. Опять же, Bluetooth 5.1. Ну а так, как для работы, клавиатура просто пушка. Очень приятный ход клавиш, очень приятные нажатия. Есть куча разных вариантов и механических, и оптомеханических свечей. Там на официальном сайте Keychron куча вариантов. Сидите, изучайте, даже можете услышать звук клавиатуры, как она печатает. Там разные свечи. Можете абсолютно какую угодно клаву себе взять. Так что я советую вам все-таки на нее посмотреть. На этом наш новостной выпуск будет заканчиваться. Спасибо за то, что смотрели. Спасибо за то, что подписаны на канал. Если не подписаны, обязательно это делайте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok